Приветствую вас. Ну вы знаете, у нас очень любят говорить про зарубежные инвестиции. Любимые те, ужасно любимые. А я вам хочу показаться такие, так сказать, факты. Смотрите, есть данные, вот стата, про доля инвестиций зарубежных, капитальных инвестиций, и доля инвестиций населения. Ну что вы правильно поняли, большая часть там это инвестиции собственных средств предприятий. Ну для начала, если кто не знает, что это капитальные инвестиции. Это вот строительство цехов, завода, покупка оборудования, программного обеспечения и так далее. И строительство жилья, конечно. И офисов тоже. Вот это из капитальных инвестиций. То, что часто говорим, что создают капитальные инвестиции. Да, капитальные инвестиции это новые заводы, новые фабрики, новые квартиры и новые дома. И автомобили, и транспорт тоже. Но имеется не для личного пользования, а, ну скажем так, для перевозки грузовых. Вот это капитальные. Так вот смотрите, если взять эту сумму, посмотреть долю зарубежных инвестиций, то есть, то на безземное. Вот видите, да, был такой 2002, 2006, 2007, ну скажем, до крыса 2009 года, ну где-то там 5-4% в общей сумме это были зарубежные инвестиции. Да, да, да. Большую часть были, конечно, инвестиции собственные, то есть, украинский бизнес. Но, видите, с 2006 года действительно существенно выросли инвестиции населения, но понятно при всем жилье. То есть, имеется в виду, это те инвестиции, которые инвестируют украинцы, как на покупку квартиры, так и на строительство различных жилья. То есть, смотрите, если офис, это отдельно, это как же бизнес. А это имеется именно для, ну как бы, не для бизнеса, а для себя. Обращаю ваше внимание, что, как видите, процентов 10. На сегодняшний мир 10% дал, видите, до крыса, до 2013 года, так, ну более-менее нормально. 15, даже рывочек. Ну, действительно, когда это все начало лихорадить, конечно, люди довольно активно, кто скупал, кто инвестировал. Теперь, смотрите, 2017, вот видите, если брать зарубежные инвестиции в капитальных инвестициях, 1%, то есть, болтовни, уууу, а толку никакого. Население 7%. Я просто хотел показать, еще раз говорю, смотрите, если стимулировать население, стимулировать население, чтобы, ну, что надо стимулировать? Чтобы они не боялись инвестировать, нужна стабильность. Чтобы было удобно инвестировать, ну, скажем, покупать движимость или инвестировать на покупку квартиры. То есть, не было никаких там преград усложнений. Мало того, в некоторых случаях агитировать надо. Ну, то, что я много раз буду запустить, ипотечка кредитования. Да, часть денег инвестирует население, часть – ипотечные кредиты. Запустить, к примеру, ипотечные облигации. Тоже дело хорошее. Часть ипотечные облигации, частные. То есть, в принципе, если правильно подойти, я считаю это очень нужно, то действительно за счет инвестиций населения, населения, а не зарубежных инвестиций, можно обеспечить рост экономики Украины. Потому что, еще раз говорю, даже в самые-самые-самые, то был когда-то 6%, все, что было. А так, как правило, 2-3%. Болтовни! А инвестиций как не было, так нет, и не будет. Еще раз говорю, надо меньше переживать за иностранцев, больше думать про украинцев. Вот тогда будет получать инфект.